Всем привет! В этом видео я расскажу об оперативной памяти, как узнать сколько ее установлено на вашем компьютере, как сделать тест памяти на ошибки, как освободить занятую оперативную память, что делать если Windows видит ее не всю, а также что такое файл подкачки и как он связан с оперативной памятью. Еще о функции сжатия оперативной памяти Windows 10. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чтобы узнать сколько оперативной памяти установлено на вашем компьютере, зайдите в параметры, система, о программе. Или нажмите правой кнопкой мыши на этот компьютер и откройте свойства. И здесь смотрите в строке установленная память ОЗУ. Еще это можно посмотреть, зайдя в этот компьютер, далее вверху нажать компьютер и выбрать свойства системы. Или зайдя в панель управления, система. Если при работе компьютера часто появляется синий экран с подобными ошибками, это может быть связано с оперативной памятью. Попробуйте выполнить ее тестирование. Существует много утилит для проверки оперативной памяти, но операционные системы Windows 10, 8 и 7 имеют встроенную программу для проверки. Для выполнения проверки потребуется перезагрузка, поэтому прежде закройте все открытые файлы, и завершите работу запущенных приложений. Далее откройте панель управления, система и безопасность, администрирование и запустите средства проверки памяти Windows. В качестве альтернативы вы можете использовать комбинацию клавиш Windows Plus R, ввести mds.cheat.exe и нажать ОК. В открывшемся окне нажмите выполнить перезагрузку и проверку, чтобы продолжить, или если хотите сделать это позже, выполнить проверку при следующем включении компьютера. После перезагрузки компьютер автоматически запустится в режиме диагностики, и сразу же начнется выполнение проверки памяти, это займет определенное время. Вы можете дождаться окончания обычной проверки или изменить параметры сканирования, используя клавишу F1. На странице параметров сканирования можно изменить режим сканирования на базовый, который запускает базовый набор тестов, или расширенный режим, который включает в себя все доступные тесты. Перемещение между настройками осуществляется с помощью клавиши Tab. Если здесь отключить кэш, это позволит инструменту напрямую обращаться к данным ОЗУ, что обеспечивает полный тест. Также здесь есть возможность выбора количества повторений сканирования. Для применения настроек нужно нажать F10, после чего откроется главная страница и начнется новое сканирование. В процессе сканирования выводится статус. Но как только тест завершится, компьютер перезагрузится автоматически. Чтобы посмотреть результаты сканирования, нужно открыть средство просмотра событий. Запустить его можно нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и здесь открыть его. Далее перейдите в папку «Журналы Windows», «Система» и в списке окна событий нужно найти «Memory Diagnostic Results». Откройте его. Если здесь вы увидите сообщение «Ошибок не обнаружено», с вашей оперативной памятью все в порядке. А если результат показывает одну или несколько ошибок, вы можете попробовать запустить расширенный тест памяти и перепроверить результаты. Если остается хотя бы одна ошибка, один из модулей ОЗУ вероятно имеет проблемы и возможно его нужно заменить. Если тест не показывает, какой именно модуль имеет проблемы, придется удалить один из них и протестировать их по отдельности. Если вы заметили, что ваш компьютер стал работать медленнее, это может быть следствием недостатка оперативной памяти. Для того чтобы посмотреть сколько используется оперативной памяти, нужно зайти в диспетчер задач. Запустить его можно нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и здесь открыть его, или нажать сочетание клавиш «Ctrl-Shift-Escape» или «Ctrl-Alt-Delete» в зависимости от версии операционной системы. Если здесь вы увидите, что памяти недостаточно, ее можно попытаться освободить. Первое, что можно сделать, это убрать ненужные программы из автозагрузки. Как это сделать, можете посмотреть в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Каждое приложение, которое стартует вместе с системой, занимает часть оперативной памяти, поэтому есть смысл убрать оттуда все лишнее. Это могут быть различные мессенджеры, клиенты и другое. А чтобы освободить память во время работы, здесь посмотрите какая из программ наиболее загружает систему, и если она вам в данный момент не нужна, отключите ее, выделив и нажав «Снять задачу». Но следует знать, что завершать нужно только известные процессы. А если завершить системные процессы, это может негативно сказаться на работе компьютера. Если у вас есть сомнения, поищите информацию о процессе в интернете. Нажав правой кнопкой мыши по нему и выбрал «Поиск в интернете». Также существует возможность, что процесс заражен вирусом, и с этим связано высокое использование памяти. Как удалить вирус, смотрите в одном из видео нашего канала. Ссылка будет в описании. Закрыв все ненужные процессы, удастся очистить часть оперативной памяти. Также существует множество дополнительных программ, которые помогут очистить оперативную память автоматически. К примеру, MemReduct. Она довольно проста, нужно только скачать, запустить, нажать кнопку «Очистить память» и подтвердить действие, нажав «Ок». После очистки вы увидите уведомление с результатом очистки. Ссылка на программу будет в описании. Если в свойствах системы вы обнаружили, что Windows не видит всю установленную память. Причинами того может быть как неправильная настройка системы, так и выход из строя аппаратной части компьютера. Первое, что может это вызвать – разрядность операционной системы. Все версии Windows, которые имеют разрядность 32, не могут задействовать для работы более 3,2 гигабайт оперативной памяти. Если даже установлено 8 или 16 гигабайт, 32-разрядная операционная система сможет использовать только это количество, потому как имеет ограничения. Еще некоторые редакции тоже имеют такие ограничения. К примеру, Windows 7 «Домашняя базовая» может использовать только 4 гигабайт оперативной памяти. Так что при выборе системы для вашего компьютера, это следует учесть. Второе, это неправильная настройка системы. К примеру, если вы вносили изменения в настройки максимум памяти. Чтобы проверить это, заходим в панель управления, администрирование, конфигурация системы, далее загрузка, дополнительные параметры и здесь нужно убрать отметку напротив максимум памяти, если она там установлена. Третье, это выделение оперативной памяти на интегрированную видеокарту. Если у вас установлена отдельная видеокарта, а интегрированную вы не используете, нужно будет зайти в BIOS и отключить эту функцию. О том, как войти в BIOS, смотрите в другом видео, ссылка будет в описании. Там нужно будет найти значение, что-то типа шары Memory Size или Video Memory Size или Internal Graphics Mode Select и отключить, установив значение Disabled или Known. Или же минимальные возможные. Также в BIOS могут устанавливаться некие ограничения на использование оперативной памяти, которые тоже следует проверить. Ищите настройки Memory Remap Future, они должны быть в состоянии Enabled. Или если у вас есть функция Hpad Mode, у нее должно быть значение 64 бита, а Memory Hole должно быть в состоянии Disabled. Ну и худший из вариантов, это неисправность материнской платы или самой оперативки. В таком случае их придется заменить. При возникновении недостатка оперативной памяти в системе используется файл подкачки. Это скрытый файл на диске компьютера, который необходим для того, чтобы разгрузить оперативную память при высокой загрузке. О том, как настроить файл подкачки, на нашем канале есть отдельное видео, ссылка будет в описании. А в Windows 10 появилась новая функция сжатия оперативной памяти, которая недоступна в ранних ее версиях. Эта функция уменьшает количество обращений к файлу подкачки на диске за счет помещения данных в сжатом виде в оперативную память, вместо записи на диск, что ускоряет работу компьютера. Как это работает? К примеру, у вас установлено 8 гигабайт оперативной памяти, а все запущенные приложения используют 9 гигабайт. В итоге 1 гигабайт должен сохраняться в файле подкачки на жестком диске. Доступ к данным файле подкачки замедляют скорость работы отдельных приложений и системы в целом, а с использованием функции сжатия размер данных может быть уменьшен и помещен в оперативную память целиком. Посмотреть информацию о сжатой оперативной памяти можно открыв диспетчер задач. Здесь во вкладке производительность нужно выбрать память и внизу вы увидите сколько памяти используется и сколько удалось сжать. Наведя курсор мыши на структуру памяти можно увидеть подробную информацию сколько ее сейчас используется и сколько данных хранится в сжатой памяти. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.